Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Друзья, что же происходит с DogeCoin? Илон снова пампит DogeCoin у себя в Твиттере. Причем на этот раз не у себя в Твиттере, то есть не на своей странице Твиттера, а у себя в Твиттере, то есть в социальной сети. Твиттер, ребята, вы наверное заметили, что логотип Твиттера поменялся на логотип DogeCoin. И очень много сейчас в связи с этим мемов, хайпа, ричквак, очень много спекуляций насчет других мемкоинов, шибы и прочие флоки. И начинается ли сейчас мем-сезон, или альт-сезон, или это все просто ложный фейкаут, который как раз в краткосроке скорее напоминает памп и дамп. Давайте разбираться, и если вам нравится тема крипты, не забудьте поставить лайк и на канал наш подписаться, конечно же, нажав на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Итак, цена отреагировала на это достаточно положительно, отскочив на 36% без малого. Но прямо сейчас мы видим что? Мы видим красную точку на трехчасовом сайфере и потенциальную перегретость. Давайте посмотрим часовой таймфрейм. Да, мы здесь также начинаем корректироваться, но обратите внимание, по Doge мы корректируемся по тренду. Мы корректируемся в восходящем тренде. И мы можем опуститься до нижней границы сетки EMA Ribbon, куда-нибудь на 9 центов или на 8 с чем-то, например. Да, спуститься туда, а потом продолжить рост. Если посмотреть в макро таймфрейме на той же недельке, то Doge тут в принципе-то еще даже расти не начинал. Он прямо сейчас на зеленой точке сражается как раз со своим сопротивлением в виде сетки EMA Ribbon. С другой стороны, посмотрите, что было в прошлый раз, когда он так делал. Он сходил туда ложно и потом пошел дальше, вбок. Поэтому здесь надо смотреть, конечно же, за уровнем сопротивления 12 центов по закрытию тела свечи Хайконаша. И также по теням это уровень 16 центов примерно. Вот эти два уровня по Doge будут знаковые. Если мы их пробиваем сейчас, то, конечно же, это будет как было с Шибой, помните, года полтора назад. Вот, поэтому интересно выглядит Doge в краткосроке. Но не забывайте, я вам напоминаю, что с моей точки зрения Doge к биткоину все еще очень медвежий. Да, мы сейчас видим зеленую точку, хороший отскок на недельках. Он, собственно, и напрашивался, как и вот этот отскок. Но, тем не менее, посмотрите, тренд у нас все-таки нисходящий. Тренд у нас нисходящий по Doge, поскольку он очень долго находился на значениях, которые были гораздо ниже, чем сейчас. Посмотрите, верхняя его граница много-много лет была, это в районе 100 Сатоши. А сейчас он стоит 350. Поэтому в долгу я все еще жду его вниз. И будьте осторожны, друзья мои, с Dogecoin. Ладно, хватит о собаках, что по биткоину. Смотрите, биткоин продолжает уверенно переть наверх на недельном таймфрейме. И вообще, никакие даже тут, никаких признаков на разворот. Разве что вот мы подбились к очень сильному уровню. Я вам напоминаю, что мы входим в очень сильный уровень сопротивления и предыдущей поддержки. Вот здесь, посмотрите, вот здесь у нас было много поддержки в этой зоне. И вот мы прямо к ней и подходим. Поэтому, на мой взгляд, вероятно, что мы сейчас, может быть, от нее увидим какую-то коррекцию. Но в целом туда попадем, в этот коридор, и будем тусоваться там. А это, я вам напоминаю, что примерно 29-36-35 тысяч по битку. Вот туда куда-то я жду биток в средние сроки, в краткосроки. А дальше, думаю, что даже наверх он пойдет, скорее всего, чтобы сквизить всех, кто поставил вот здесь стопы, а к ликвидации. Тем не менее, то, что мы видели на более локальном таймфрейме, это небольшую коррекцию. Посмотрите, сейчас она уже выглядит как небольшая, но в моменте, вчера, если вы помните, биток пролили достаточно сильно. И очень неплохо откупили, надо заметить. Очень неплохо откупили, практически поглотили все вот это падение. TRDR, наш любимый скринер, он отсигналил об этом. Посмотрите, об этом мы писали у нас в Телеграм-канале. Кстати, обязательно проверьте подписочку на наш Телеграм, чтобы не пропускать важные уведомления. Так вот, смотрите, какая ситуация. TRDR, кстати, офигенный сервис, стоит 300 евро в год, можно оплатить криптой, ссылка в описании. В общем, это не совсем сигнал на шорт, это скорее сигнал на сильный уровень. Посмотрите, как предыдущие такие сигналы работали. Это сигнал на сильный уровень, что ниже или выше, скорее всего, не пробьют, потому что очень большой блок ордеров. Но в долгу, как правило, такие сигналы отрабатывают. И коррекция все еще может быть, потому что вот здесь у нас зажигался желтый сигнал, но он погас, он не закрепился. Поскольку плотности заявок, лимитных заявок не хватило, чтобы пройти тот порог, после которого зажигается индикатор. Вот, поэтому здесь все еще нас могут опустить, на самом деле, ниже в моменте. Посмотрите, мы ведь на самом деле очень неплохо отросли с вами, даже вот отсюда. Если посмотреть по Fibonacci, мы сходили всего до 0.23 FIBA. Мы все еще можем упасть до 0.38 FIBA, куда-нибудь в район 25 тысяч долларов, или даже пониже заколоть. И это будет нормально. Это может произойти не сразу, мы, может, сейчас начнем пробиваться наверх, все поверят в To The Moon, 30 тысяч пробьют, и потом нарисуют сквиз куда-нибудь до 0.38 или даже на 0.5 FIBA, и потом так же резко отскочат. Вот поэтому, ребята, я считаю, что сейчас нужно быть крайне вообще на чеку, если вы этим торгуете. Если вы ходлер, если вы криптоэнтузиаст, вообще не парьтесь, просто посмотрите на глобальные метрики, и поймите, что мы все еще в самом низу накопительного канала, ребята. И все эти новости, FAT, про то, что там СИЗИ сейчас объявляют в международный Интерпол, там уже розыск и прочее, это все новости, которые нам подвозят на дне, ребята, чтобы мы продали, и ракета полетела без нас. Так что, если вы ходлите, то продолжайте ходлить, накапливать и вообще не париться. Но если вы хотите этим попробовать поторговать, то, пожалуйста, подходите со всей ответственностью к этому. Я лично торгую сейчас на бирже Bybit больше всего, так же торгую на Femix, на Bitflex, на Bitget. Ну, в общем, на Bybit основные позиции, поэтому вам их и покажу. Это биток, эфир, дэш, аудио, битдау, лайткоин, мана, XRP. Более-менее в безубытке сейчас все, поскольку я открывался, сто раз перезаходил уже, вот вся накопленная прибыль оставлена. Собственно, удалось очень неплохо заработать за эти последние несколько месяцев. На этом флейте, можно сказать, на этом первом буквально импульсе отскока. Поэтому, ребята, все только начинается. Будут локальные коррекции. Обязательно не торопитесь, ждите. Будут хорошие точки входа, если вы не успели зайти. А если вы зашли, то плавно разгружайтесь и не парьтесь. На Femix, кстати, мой альтовый портфель к BNB растет. Посмотрите, кто бы что-то мне говорил. Я даже не вижу сейчас график BNB, но я понимаю, что, судя по всему, BNB растет медленнее, чем эти альты. Для тех, кто не знает, я здесь зашортил BNB в кроссе и набрал альтов. Вот смотрю пока, как себя этот портфель поведет. Вот я продал здесь на 10 тысяч долларов BNB и жду, что он упадет. Потому что, опять же, BNB к битку, я вам все время показываю, он в нисходящем тренде, который, по моим ощущениям, только-только начинается. Посмотрите, как сильно он отрос и еще толком не корректировался. Да, сейчас могут быть, конечно, какие-то отскоки. Наверняка будут отскоки по BNB. Но в целом я жду его вниз, ребята. Ну а дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем профитроли, торгуйте осторожно, добавляйтесь к нам в телеграммчик. И скоро увидимся. Пока.